здравствуйте в эфире программа безопасный город где мы расскажем вам о происшествиях случившихся в нашем регионе и о том что делается для безопасности наших жителей смотрите прямо сейчас банда саранские теперь осудят и главаря помянул жену и умер убийца отправлен в колонию обиделся не на шутку пьяный мужчина сделал ложный вызов по номеру 112 должок на жд вокзалах области прошло информационно-профилактическое мероприятие брянске завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего лидера банды саранские всего в ее состав в разные годы входило не менее 19 участников банда стремилась к получению криминального контроля над различными коммерческими структурами брянской области путем совершения нападений и убийств лиц препятствующих их деятельности вооружение банды имелись пистолеты и автоматы различных систем отечественного и импортного производства с боеприпасами к ним а также гранаты руководители и участники вооруженной группировки с применением огнестрельного оружия взрывных устройств совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории брянской области в их числе такие резонансные как убийство в 2005 году депутата брянского городского совета народных депутатов и одновременно генерального директора мув комплекс александра ищенко 2009 году убийство предпринимателя и участника другой преступной группировки петра кожемяка и другие преступления напомним что в отношении одного из участников банды уже вынесен приговор он осужден к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима в отношении другого участника группировки уголовное дело рассматривается судом расследование уголовных дел по обвинению остальных членов банды в настоящее время находится на завершающей стадии а дядьковский городской суд уже вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего мужчины тот пришел на поминки жены своего 37-летнего знакомого изрядно выпив мужчина поссорился с хозяином квартиры и избил его до смерти к слову подсудимый освободился из мест лишения свободы всего за две недели до этого преступления суд приговорил виновного к восьми годам колонии строгого режима сотрудники полиции и фсб задержали 41-летнего мужчину подозреваемого заведомо ложном сообщении по данным следствие он из дома позвонил на единый номер экстренного вызова 112 и сообщил о якобы существующей угрозе зданию кафе расположенному рядом с кургану бессмертия на место прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб при проверке предметов опасных для жизни и здоровья граждан не обнаружено свой поступок мужчина объяснил действием алкоголя и обидой на знакомую работающую в этом кафе до которую просто не мог дозвониться настоящее время расследование уголовного дела продолжается расследование других преступлений расскажет заместитель начальника пресс-службы регионального омбд ольга бартулева смотрите нашу традиционную рубрику здравствуйте на территории региона продолжаются факты дистанционных мошенничеств только за один день полицейские задержали два их курьеров которые обманывали пожилых жителей брянска клинцов и калуги злоумышленники работали поодиночке выполняя роль курьеров их работодателя через мессенджеры отправляли адреса потенциальных жертв которые после звонков мнимых полицейских хотели откупить от тюрьмы близких родственников один из задержанных 23-летний житель брянского района обманувший пожилую жительницу беженского района на сумму 200 тысяч рублей второй 18-летний житель советского района брянска успевший забрать у двух пенсионерок из клинцов и калуги в общей сложности около 500 тысяч рублей по фактам преступной деятельности задержанных злоумышленников возбуждены уголовные дела арестованные фигуранты проверяются на причастность совершению аналогичных преступлений на территории региона владарском районе полицейские оперативно задержали поджигателя по версии следствия на уголовно наказуемый поступок обвиняемый пошел желая отомстить бывший возлюбленный 52-летний житель брянска пояснил что несколько месяцев проживал квартире с потерпевшей пока в феврале 2023 года они не поругались на протяжении трех месяцев он писал и звонил бывший возлюбленный требуя вернуть принадлежащие ему вещи но то его игнорировала отчаявший злоумышленник решил отомстить и отправился по знакомому адресу прихватив канистру с бензином и зажигалку настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога несмотря на регулярно проводимые профилактические рейды по проверке велосипедов и ознакомлению их владельцев с правилами защиты транспорта от возможных хищений статистика показывает что с наступлением летнего сезона в брянске наблюдается заметное увеличение числа таких краж только за последние две недели в полицию поступило порядка семи заявлений о пропаже двухколесных транспортных средств велосипеды оставленные без присмотра были похищены из подъездов многоэтажных домов дворов и территорию коммерческих объектов только в нескольких случаях они были пристегнуты противоугонными устройствами часть преступлений полицейским удалось оперативно раскрыть и вернуть двухколесный транспорт законным владельцам сотрудникам уголовного розыска в течение нескольких дней удалось установить вора укравшего подростковый велосипед им оказался 47-летний местный житель он беспрепятственно забрал не пристегнутое транспортное средство из подъезда и откатил домой оперативники установили что мужчина причастен к совершению еще одной кражи произошедшей многоэтажки на соседней улице его добычей стали запасные части велосипеда хранившегося под лестницей дорогое сиденье и колеса на общую сумму более 13 тысяч рублей похищенный велосипед и запчасти были изъяты у фигуранта по месту жительства он признался что из запасных частей хотел собрать для себя идеальный велосипед злоумышленнику предъявлено обвинение по статье кража согласно санкции статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет украденный транспорт был возвращен владельцу советском районе брянска полицейские раскрыли серию краж из магазинов полицию обратились представители сетевого магазина расположенного на улице красноармейской они сообщили что в ходе просмотра камер видеонаблюдения обнаружили как неизвестный похитил подгузники и детское питание участковые городского у мвд установили личность подозреваемого им оказался 23-летний ранее неоднократно судимый житель беженского района фигурант под видом покупателя зашел в магазин положил товары к себе в пакет и пронес их мимо кассы не заплатив ущерб причиненной магазину составил более 8 тысяч рублей похищенные товары подозреваемый впоследствии продал а вырученные деньги потратил при проведении расследования полицейскими было установлено что фигурант причастен еще к 12 аналогичным кражам преимущественно злоумышленник похищал детское питание подгузники и средства личной гигиены ущерб нанесенной торговым точкам превышает 40 тысяч рублей по данным фактам возбуждены уголовные дела сезон летних отпусков на железнодорожных вокзалах брянской области состоялась информационно-профилактическое мероприятие узнай о своих долгах приставы и полицейские на перроне и в зале ожидания рассказывали путешественникам и тем кто их встречал об электронных сервисах с помощью которых можно узнать о своей задолженности о наличии или отсутствии ограничения права выезда за пределы страны или запрете регистрационных действий на автомобиль или недвижимое имущество также судебные приставы разъяснили что только использование официальных электронных сервисов поможет уберечься от мошенников последние периодически звонят жителям области представляются сотрудниками ведомства или рассылают электронные письма которых предлагают оплатить задолженность участникам акции напомнили и о том что уклонение от уплаты штрафов является административным правонарушением из-за него предусмотрена ответственность в виде штрафа а в некоторых случаях и ареста или обязательных работ и на сегодня это все цените свою безопасность как самое главное ваше право до встречи